Дворы в муниципалитетах подлежат инвентаризации. Федеральные законодатели внесли изменения в правила предоставления и распределения субсидий на реализацию программы формирования комфортной городской среды. Все дворы во всех районах оценят специалисты мэрии, составят перечень необходимых работ из минимального списка. С ним смогут ознакомиться жители и решить, какие дополнения нужно внести. Система останется прежней. На общем собрании нужно будет принять решение об участии в программе, составить проект и подать заявку. Принципиальным определяющим здесь должно быть именно асфальтирование, поскольку на настоящий момент порядка 60% дворов заасфальтированы в городе, ну и оставшиеся действительно требуют, нуждаются в асфальтировании. Поэтому все-таки определяющие это асфальтирование. В первую очередь должно быть сделано именно оно, а уже дальше жители будут принимать решение, что им нужно дополнительно. Реализация федеральной программы этого года на финишной прямой. Последнюю, например, спортивную площадку в этом дворе у дома корабля поставят 18 ноября. Остальные работы здесь уже завершены. Кронировали деревья, установили игровые элементы для детей, положили газон. Его, правда, местные периодически подворовывают. Сроки сорваны, обещали нам уже к 1 ноября все сделать, но ни оград, ничего не сделано. Мы всем двором выходили здесь на субботник, все приводили в порядок, но ни ограждений, ничего нет. Всю эту красоту просто приведут в ненадлежащее состояние. Поэтому хотелось бы, чтобы все приняли меры. Сотрудники мэрии тщательно относятся к приемке выполненных работ. Отмечают, если найдут нарушения, заставят переделывать. Во всех 24 дворах у нас выполнено асфальтирование, выполнены работы, связанные с озеленением. И сейчас остается только ряд моментов с теми же самыми игровыми элементами. По технологии допустим игровые элементы устанавливать и в том числе в отрицательные температуры. И, конечно, мы будем следить за качеством работ подрядчиков конкретных уже по этим элементам. Так, чтобы все было выполнено в сроке, предусмотренные контрактом и качественно. По всем трем видам работ – озеленению, асфальтированию и установке спортивных игровых элементов – трудятся разные подрядчики. С каждым свой договор, предусматривающий срок гарантийных обязательств. Весной чиновники выйдут в отремонтированные дворы еще раз. И только тогда точно скажут, приняли они работы или нет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.